Девушки отдыхают Да, несомненно, Ласт Типах имеет существенные плюсы перед прямыми конкурентами в лице Д4, Поя или от Децембера, но и без минусов тут не обошлось, так что я в этом видео расскажу, что именно мне не нравится в игре на данный момент. И нет, речь тут не пойдет о проблемах с оптимизацией или сетевым кодом, которые, конечно, имеют место быть, но с ними можно смириться. Не о поломанных билдах, что уничтожает все за два экрана от вас или заливает вам 60к щитов, и даже не о поломанных анимациях, особенно боссов или застревания вашего персонажа в текстурах. Нет, речь не об этих банальных проблемах, что встречается во многих играх, я расскажу о глобальных вещах, с чем вы столкнетесь в игре. И первое, о чем вы будете иметь дело, это отсутствие какой-либо информации по персонажу, о взаимодействии его характеристик на способности, о влиянии предметов на способности, никакой конкретной инфы об уроне персонажа. Да, у нас на экране вылетает огромное количество всяких цифр урона, но вы никогда не узнаете, какой реально у вас ДПС. Нажав на Alt, вы можете посмотреть какую-то развернутую информацию, но она крайне скудна, и более того, не на все теги есть информация. В окне характеристик персонажа нет никакой информации об уроне вообще, есть куча всяких общих параметров, которые просто складываются с характеристик ваших предметов и пассивок, но они никаким образом не отображают ваш потенциал персонажа как такового. Потому что вот, к примеру, мой воин-чародей, один из моих персонажей, у которого на моем активном скиле, которым я постоянно пользуюсь, а именно мана-удар, совсем мизерное количество урона. Но вот благодаря этому кинжалу, коготь-драгората, при использовании этого мана-удара, у меня с определенным шансом срабатывает еще два скилла, и сработать они могут в совершенно рандомное количество раз. А при рывке у меня срабатывает скилл статический, что еще наносит хуеву тучу урона. Но вот конкретно какую тучу, непонятно. К примеру, мы берем моего второго персонажа, это сокольница на баллистах, и тут вообще на скиле нет никакого урона. Ни на одном из скиле вообще нет никакого урона, и я вообще понять не могу, с какой скоростью у меня стреляют баллисты, какой урон у баллист. В итоге я вижу только вот эти вылетающие циферки, но никакого ДПСа нету. А могли бы банально добавить какой-нибудь этот ДПС-метр на арене, например, чтобы при ударах по манекенам, где-нибудь высвечивался этот самый ДПС, ну за последние секунд 10 хотя бы. Просто из-за такого, казалось бы, маленького недочета, вот в механике билдостроения, очень сложно понимать, как разные предметы будут влиять на ваш ДПС. И то же самое с броней, нихрена непонятно, как она работает. Во-первых, у вас есть ХП и щит. Фактически это одно и то же. И вот урон, который по вам проходит, уже зависит от того, сколько у вас сопротивлений, сколько у вас брони, а также выносливости и ее порог. Но у некоторых классов есть еще способности, которые могут уменьшать плоский входящий урон. Так мало того, что непонятно, в какой последовательности урон доходит до вашего здоровья, проходит он сначала через резист или через броню. Вычитается ли плоское снижение до резистов брони или после. В общем, игроки, которые любят вникать в показатели, их влияние на персонажа, а также на скиллы, будут весьма разочарованы отсутствием конкретных данных и будут вынуждены многими долгими тестами, так сказать, на ощупь, понимать, что лучше, а что хуже. Идем дальше. Фракции. Хоть игре уже там и два года в бете, и по сути релиз состоялся только сейчас, и фракции это именно новый контент. Изначально я, конечно, воспринимал это как интересную механику, но по факту получили фракцию для людей, которые играют в оффлайне, и фракцию для людей, играющих в онлайне. А все потому, что в игре реализована такая система, что пока вы находитесь в одной фракции, вы не можете одевать предметы, которые получены в другой. И это тупость. Если вы, к примеру, начали качать фракцию фортуны, выполняли пророчества, получали предметы, и вам вот один предмет для билда ну никак не падает, вы устали, вы задолбались, и решаете поменять фракцию, чтобы прокачать ее и купить этот предмет на аукционе. А игра вас просит снять все предметы, что на вас надеты. То есть, чтобы играть нормально дальше на своем билде, вам нужно купить все эти предметы на рынке у второй фракции. И то же самое работает в обратную сторону. Если вы купили часть предметов на рынке, и какой-то дорогой вот решили выбить, потому что, ну, блин, ну, видите, денег нету. Будьте добры, снимите все предметы, купленные на рынке. В итоге, для меня лично, вот, например, фракция фортуны просто-напросто мертва, потому что нет никакого смысла вступать в нее. Когда большую часть предметов, даже хороших, можно купить на рынке, при этом не тратя куеву тучу времени на фарм пророчеств, ну, опять же, это уже проблема другая, это проблема рынка, потому что там куча предметов, которые ничего не стоят, это мы поговорим потом. Не суть. Просто вот факт в том, что, ну, сделали бы просто невозможность продавать предметы фортуны на рынке, и все. Причем, их-то и нельзя продавать, в том-то и прикол. Но зачем блокировать ношение на себе? Зачем? Я вам даже больше скажу. Если вы, к примеру, находитесь во фракции фортуны, и все равно выбиваете какие-то предметы, которые не относятся к ней, то есть это не предметы с пророчеств, а это просто предметы, которые вы находите в игре, вы их тоже не можете продать на аукционе. То есть если перейдете во фракцию торговцев, вы их все равно не сможете продать. На них ставится специальная отметка, и все. По сути, любые предметы, которые вы получаете, находясь в одной фракции, для второй фракции они бесполезны. Если вы думаете, что у торговой фракции все хорошо, то тут вы тоже ошибаетесь. Если вы думаете, что этот рынок имеет хоть какое-то отношение к золоту или к чему-нибудь, то не тут-то было. Большая часть предметов на рынке — это бесплатное барахло. А все из-за того, что сам в рынок не строена никакая система оценки предметов. Любой предмет, какой бы вы ни поставили на продажу, будет иметь цену ноль. И чтобы понять, стоит ли ваш предмет хоть чего-то, вам нужно найти этот предмет на рынке, сравнить его с похожими, посмотреть, нужен ли этот предмет для каких-нибудь билдов, посмотреть, какие там аффиксы, какой размер этих аффиксов. Но при этом я вас могу заверить, что почти с 90% вероятностью этот предмет не стоит ничего. Потому что практически 90% предметов на рынке не стоят ни хрена. Эпические предметы даже со вторым потенциалом будут стоить ноль. Фиолки стоят денег только в том случае, если там есть Т6-Т7 аффиксы, и то только в том случае, если они подходят для билдов. Поэтому, чтобы зарабатывать золото на рынке, вам нужно знать, какие билды, какие предметы используют, и какие аффиксы для них ценны. А если вы новичок, без каких-либо знаний в игре, забудьте про выгодную торговлю на рынке. Более того, очки влияния, что вы зарабатываете убийством мобов, вы тратите не только на покупку предметов, но и на их выставление на продажу. Вы, блядь, вообще понимаете абсурдность этой идеи? То есть вы платите своими очками влияние, чтобы выставить предмет на продажу. И даже если ваш предмет купит другой человек, эти очки влияния вам не вернутся. Но это не основная проблема рынка. Фильтр предметов для поиска в нем отвратительный. Максимально. К примеру, я могу выбрать предмет с каким-то определенным аффиксом, определенного тира. Но если мне нужно несколько аффиксов, то фильтр мне это сделать не позволит. И я вынужден буду листать десятки страниц, сотни страниц, чтобы найти нужный мне аффикс, или набор аффиксов. С идолами так вообще проблема, потому что общие идолы вообще невозможно сортировать по размеру, а только по аффиксам. И в итоге в окне поиска просто сборище разных идолов, разных размеров, и из них еще приходится искать мало того, что нужно тебе по размерам, так еще и по аффиксам. В общем, с фракциями наворотили целую гору всяких сложностей и неудобств, и непонятно, будут ли вы это вообще хоть как-то чинить, но вот имеем то, что имеем. Следующий минус это данжи, и минус не в том, что их мало, а в том, что в них нет никакого смысла. Единственный данж, что имеет хоть какую-то роль в игре, это святилище в ревен. Во-первых, благодаря ему можно пропустить сюжетку при прокачке твинков, и самое главное, он нужен, чтобы делать легендарки. Другие же данжи, абсолютно бесполезная трата времени. Что бастион душ, что мрачный свод, в конце имеют абсолютно рандомные награды, причем в малом количестве, и хер пойми какой редкости. В бастионе душ получить что-то ценное у вендора стремится к нулю, причем неважно на какой сложности вы его проходите. А его просто пробежать до выхода, как святилище времен, не получится, потому что вам нужны те самые души. Соответственно, придется долго побегать и чистить локации. С мрачным сводом все, конечно, попроще, его хотя бы пробежать можно, но опять же, смысла в этом нет никакого, потому что в конце он требует золота. А без достаточных вливаний миллионов в награды, надеяться на то, что вам выпадет много ценного лута, бесполезно. А эти самые миллионы лучше потратить на рынки и купить сразу то, что вам нужно. На арену вообще даже не суйтесь, если вы не занимаетесь пескомерством и не стремитесь в таблицу рейтинга. Единственное, для чего можно использовать бесконечную арену, это для выкачивания твинков с помощью друзей. Буквально за час можно поднять 60-й левел только что созданному персонажу, а потом уже им пробежаться быстро по квестовой ветке. Я бы еще, конечно, доебался и до монолитов, там есть тоже свои нюансы, но монолиты — это единственный хай-энд контент, который хоть какой-то смысл имеет в игре. И хоть они и нудные, но все же монолиты неплохи. И, по сути, все. Вы скажете, ну, не так уж и много минусов, но, по сути, это само по себе и есть большой минус. Я бы и рад, чтобы было минусов побольше, но проблема в том, что в игре нихрена нет. Все, чем вы будете заниматься в игре, это прокачка твинков и попытки выбить предметы чуть лучше, чем те, что есть у вас на данный момент. Контента в игре нет. Тот, что есть, пробегается за два вечера, за третий вы дособираете билд и потом начинаете лютый гринд, карабченного монолита, ну, для того, чтобы, опять же, улучшать этот самый билд. И это само по себе огромный минус. Если вы заядлый билдостроитель и не испытываете проблем с постоянной прокачкой новых персонажей по одной и той же схеме, то вам зайдет. В остальном же ловить тут нечего. Большая часть игроков играет на сломанных билдах, это видно по таблице рейтинга, часть индивидуумов дюбает золото миллиардами, которое среднестатистический игрок будет зарабатывать, ну, максимум, там, от 500 тысяч до ляма за вечер, тем самым уничтожает этот рынок напрочь. Хотя в ближайшие недели, вроде, разработчики обещают, что выкатят какой-то фикс, который пофиксит некоторые очень сломанные билды. Да-да-да-да-да, привет, варлок. Еще самый главный вопрос остается, сбросит ли при этом таблицу рейтинга, потому что, ну, там одни варлоки, в принципе, практически. Но это неважно. Остается, на самом деле, надеяться на новую лигу только, что с ней исправят большую часть багов и сломанных механик, ну, а также завезут по-настоящему нормальный хай-энд контент. И, на самом деле, нормальный шанс на выпадение лута. Потому что за больше, чем 100 часов игры я еще ни разу не видел предметы с третьим легендарным потенциалом. Не то, что для своего билда, а прям вообще. Дроп предметов в игре, это мало того, что лютейший рандом, так еще и возможности увеличить дроп каких-то определенных предметов никак нельзя. Благословление я не считаю, это, ну, чушь. Единственная возможность повлиять на дроп, которую я вижу, это каким-то модификаторами влиять на появление нужных наград на островах в Монолите. Потому что и так по Монолитам приходится бродить хер знает сколько в надежде появления нужных наград, крапчить их, чтобы обновлять каждый раз Монолит. Так еще и шанс того, что тебе выпадет то, что нужно в этом Монолите. Мизерный. В общем, друзья, на этом, пожалуй, все. Не думайте, что я прям хай-игру, почем зря. Да, в ней есть плюсы и гораздо больше, чем минусов. Но минусы настолько существенные, что вот напрочь перекроют все положительные моменты в остыпах. Если же вам было полезно это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчики, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте только в хорошие игры. Всем удачи. Всем пока.